Всем привет! Вы на канале GadgetMoney, это новое видео. Пока я готовлю большое разгромное видео про магазин KugaRussia.com и я хочу вас познакомить с моим новым приобретением. Это электровелосипед Murati e-bike. Давайте начинать, поехали! Данный велосипед я приобрел в магазине Yulmar. Ссылочка будет в описании. Продается он сейчас со скидкой. Стоит 18 990 рублей, а стоил 29 990 рублей. Я не знаю, скидка честная или нечестная, но я нашел на просторах интернета. Поэтому ссылочки все будут в описании. Данная акция до сих пор действует. Байк начального уровня, городской. Требовать от него каких-то сверхцелей не стоит. И в комплекте вы найдете следующее. Поставляется вот в такой коробке. Коробка сверху была. Еще одна транспортировочная коробка. Собственно, сам байк был в сложенном состоянии. В комплекте идет вот такая вот сумка-переноска. То есть полностью в сложенном состоянии. Велосипед помещается вот в эту сумочку. Также вы в комплекте найдете зарядное устройство. Практически такое же, как для ноутбука. Колеса у нас были сдуты. Сам педали сняты. И вот эти подкрылки, которые на самом деле... Закрылки, подкрылки, да, крылья. Их крыльями-то четко не назовешь. Но какая-то пародия. И на первое время, в принципе, как комплектные, более-менее нормально. Мощность велосипеда 250 ватт. Как заявляет производитель, хватает до 35 километров. Самая максимальная скорость указана в технической документации 20 километров в час. Два режима езды. Когда он тебе помогает ехать. И когда полностью едет на электрической тяге. Такое седло велосипедное. Везде написано Maratti, Muratti. Как хотите, так и читайте. Да, согласитесь, немножко похоже на Bugatti. Желто-белая расцветка. Для этой ценовой категории смотрится он просто великолепно. Аккумулятор находится вот в этой части велосипеда. Эта часть велосипеда не складная. И складывается он отсюда. Просто-напросто заднее колесо опускается вниз и убирается. На коробке, в принципе, это все продемонстрировано. Ну и самое главное. Это вот такой вот замечательный гудок при этом. В принципе, неплохо. В чем разница между дорогими велосипедами и дешевыми велосипедами? В первую очередь, это, конечно же, вот эта вся оснастка. То есть, тормоза, непосредственно вся проводка, обвесы. И чем дешевле велосипед, тем непосредственно они более-менее по качеству, ну, не очень, скажем так. Много можно собрать хейта, что да я за эти деньги куплю ВАЗ-2107 2003 года выпуска и буду ездить, в принципе, неплохо. Но, с другой стороны, электротранспорт, это и в Африке электротранспорт. На нем ездить удобно, практично и очень-очень модно и современно. Велосипед вызывает пока только положительные эмоции. Официальная гарантия в Юморте, это непосредственно магазин в каждом нашем городе, в нашей большой страны, есть. Полгода, не знаю, почему полгода, но, в общем, написано 6 месяцев. Включается он кнопочкой вот здесь, включается автоматически фара и приборная вот такая штука. Плюс-минус регулируется степень трех скоростей, два режима, крутишь педали, он помогает тебе, соответственно, ехать. То есть, включается электрический мотор. Три режима, 6, 12 и 20 километров. Это сколько батарейки осталось. Два тормоза, передний, задний или наоборот. Тормоз еще не регулировал, фара светит ни о чем, но светит. В принципе, совсем-совсем не потеряетесь. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось вам данное видео или нет. Обязательно проходите по ссылкам в описании, есть группа ВКонтакте, чат в Телеграме, тоже ссылки будут в описании. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.